Однажды люди научатся жить на Титане, самом крупном спутнике Сатурна. Они будут черпать энергию из безграничных запасов ископаемого топлива, а кислород из замерзшей воды, составляющей большую часть массы Титана. Азотная атмосфера, которая плотнее земной, защитит человека от космического излучения и позволит ему жить в негерметичных строениях и передвигаться не в скафандрах, а в очень теплой одежде и респираторах. Люди будут кататься на лодках по озерам жидкого метана и летать подобно птицам в холодной плотной атмосфере при помощи крыльев за спиной. Местным транспортом будут специальные тепловые аэростаты, предназначенных для атмосферы Титана. К сведению, один из наиболее ранних проектов получил название Монгольфьер, разработанный еще в 70-е годы. Здесь есть атмосфера, вода и энергетические ресурсы. Электростанции будут работать на углеводородном топливе. Дополнительную энергию дадут ветряки и солнечные панели. Пищу предлагается выращивать в теплицах и заодно перерабатывать углекислый газ, выделяющийся при сгорании обратно в кислород. Из местного сырья можно изготавливать пластиковые вещи, а для добычи металлов и других тяжелых элементов освоить астероиды. Кому-то все это покажется наивным бредом. Но не торопитесь с выводами. Да, сейчас человечество не готово к дальним полетам, по крайней мере не в нашу смену. Да и скорее всего не в этом веке. Однако пройдет время и это вполне может стать реальностью. Вопрос в другом. Насколько окажется дружелюбен Титан? Предлагаю вам без предрассудков взглянуть на потенциальную высадку и выживание колонистов на Луне Сатурна. На сегодняшний день холодные и мрачные небеса Титана непривлекательны и невероятно далеки. Поверхность Титана в основном состоит из водяного льда и осадочных органических веществ. Луна геологически молодая и в основном ровная, за исключением небольшого количества горных образований и кратеров, а также нескольких криовулканов. И все же у Титана и Антарктики есть некоторое сходство. Чтобы выжить в этих местах требуется активное использование технологий. Самое важное – обогрева. И туда и туда нужно ввести припасы. Чтобы остаться в таком месте навсегда без внешней поддержки, понадобится источник энергии и производство пищи в закрытом помещении. На Титане топливо лежит прямо на поверхности, а вот кислород придется добывать из недр. И там и там, чтобы выйти наружу, нужно подобающим образом одеться. Шубы из андатры вас не согреют. Здесь понадобятся совсем другие технологии. Температура на Титане куда ниже, чем любое место на Земле. Она колеблется вокруг отметки до минуса 180 градусов по Цельсию. Это настолько холодно, что вы просто не успеете заболеть. Но это не все. Нелетную погоду разделяет еще и дожди из метана и этана, которые затем впадают в углеводородные моря. И все же погода там спокойнее, чем в Антарктике. Как мы знаем, атмосфера Земли почти на 80% состоит из азота и на 20% из кислорода. Атмосфера Титана же на 95% из азота и всего на 5% из метана. Мы не можем жить без кислорода. Но все же воздух Титана для нас не является мгновенным ядом. В нем достаточно цианида, чтобы от него сильно разболелась голова. А азот приведет к наркозу, знакомому водолазам, обратимому состоянию, похожему на опьянение. Но не обольщайтесь, приятного в этом мало. На практике это будет примерно так. При поломке дыхательного аппарата вы потеряете сознание через минуту. Но вас можно возвратить к жизни, если вовремя предоставить доступ кислороду. Как вариант, можно носить с собой растения и в случае опасности употребить, чтобы восполнить потраченный кислород. Вряд ли это спасет ситуацию, но для успокоения все же сойдет. Давление атмосферы Титана на 50% выше, чем на Земле. Этой атмосферы более чем достаточно для защиты от радиации и микрометеоритов. Из-за холода воздух также в четверо плотнее, чем на Земле. Это приводит к двум любопытным побочным эффектам. Первый – медленно меняющаяся устойчивая погода. Второй – в слабом поле тяготений Титана, который составит всего 14%. При таком соотношении вы сможете легко подняться к небу при помощи несложных приспособлений, например так называемого крыла и небольшой тяги. Такой полет окажется весьма увлекательным и относительно безопасным. Это отличный способ осваивать территории Титана. Колонисты также будут зависеть от искусственного освещения. Каждый, кто жил в северных широтах, знает, что естественный свет и темнота регулируют жизнь, влияют на настроение и работоспособность, как в помещениях, так и на улице. На полюсах солнце светит все лето, а всю зиму стоит ночь. Из-за сбоя суточного цикла, недостаточного количества яркого света и витамина многие люди впадают в депрессию и сезонную хандру. На Титане дела обстоят куда хуже. Освещение помещений и подобающая диета будут круглогодичной необходимостью. Естественные циклы света и темноты будут совершенно непривычными. Будучи спутником Сатурна, Титан всегда повернут к нему одной и той же стороной. Колония без сомнения была бы построена на стороне Титана, обращенной к Сатурну. В этом месте отраженный от Сатурна свет, вероятно, поддерживает слабую освещенность в течение всего дня. За исключением времени, которое Титан оказывается в тени Сатурна. А поэтому день длится 16 земных суток. Так что пару недель освещения будет слегка усиливаться Солнцем, а следующая пара недель будет потемнее. Год на Титане равняется 29 земным годам. Так что каждая из четырех времен года длится примерно 7,5 лет. А это долго, правда? И тем не менее, Титан может оказаться единственным местом в нашей Солнечной системе, где есть смысл строить постоянную колонию, самостоятельно обеспечивающую себя всем необходимым. Хотя Луна и Марс кажутся сравнительно разумными вариантами, у них есть существенные недостатки. Оба небесных тела практически не имеют магнитосферы или атмосферы. Поверхности Луны и Марса пребывают под постоянным воздействием галактических космических лучей, энергетических частиц из далеких сверхновых. И люди не смогут долго существовать под их натиском и при этом оставаться веселыми колонистами. Более того, давно известно о канцерогенности этого мощного излучения, хотя его по-прежнему трудно измерить. В составе галактических космических лучей есть частицы, например, ядра железа, которые перемещаются со скоростью близкой к скорости света и разрушают мозговые ткани. И здесь ромашковый чай не поможет. На Земле от галактических космических лучей нас защищает вода, содержащая в атмосфере. Чтобы заблокировать лучи из открытого космоса, требуется по меньшей мере двухметровый водяной слой. На практике, чтобы защититься от облучения, колонию на Луне или Марсе придется построить под землей. А это весьма непростая задача. Однако для защиты от радиации титан обладает атмосферой, состоящей из азота, и она на 50% плотнее атмосферы Земли. Магнитосфера Сатурна дает дополнительную защиту. А на поверхности титана имеется огромное количество углеводородов в жидкой и твердой форме. Их можно использовать в качестве источников энергии. Несмотря на то, что кислорода в атмосфере нет, кислород для дыхания и сжигания углеводородного топлива можно получать из водяного льда под самой поверхностью. Для этого потребуется много ресурсов и энергии. Энергию можно получать несколькими способами. Способ первый. Ветряные станции. Однако есть большие опасения, что на Титане этот метод не послужит в качестве долгосрочного источника энергии, поскольку песчаные дюны наглядно демонстрируют малую активность ветров в низах атмосферы. Это подтвердил и зонд Гюйгенц в 2005 году. Второй способ. Энергия Солнца. Но и тут беда. Титан находится от Солнца почти в 10 раз дальше, чем Земля, и получает всего лишь одну сотую долю солнечного света в сравнении с нашей планетой. Помимо этого, атмосферная дымка отфильтровывает часть света, а потому самый яркий и солнечный день на Титане напоминает сумерки на Земле. Скорее всего, для колонии этого будет недостаточно. Наилучшим вариантом на сегодняшний день может стать установка морских турбин. Потому что Сатурн создает на Титане сильные приливы. Крупнейшее углеводородное море Луны Титана, море Кракена, каждый день поднимается и опускается на целый метр. Приливные волны проходят через горло Кракена, узкий пролив, разделяющий северную и южную части моря. Это своего рода Гибралтарский пролив. Там вполне можно было бы установить станцию ГЭС. И какой же вывод мы можем с вами сделать? У Титана действительно есть все необходимые энергетические ресурсы для поддержания жизнедеятельности человеческой цивилизации. Но жить там будет смертельно опасно. Только добраться до Титана потребуется от 3 до 6 лет. Да, звучит как срок. Потому что так и есть. За это время в космическом корабле можно просто спятить. И даже если вы благополучно приземлитесь, вас ждет отнюдь не прекрасная планета, наполненная богатой флорой и фауной, а пустыня из органического вещества, где атмосферное давление в полтора раза выше земного. А низкая гравитация, примерно в 7 раз меньше земной, может вызвать болезни мышц. Атмосфера из азота, метана и водорода позволяет дышать только искусственным кислородом, что также плохо скажется на здоровье. А низкие температуры станут дополнительным препятствием для комфортного существования и перемещения. Определенно, вам будет тяжело в эмоциональном и психическом плане. Вполне возможно, вы захотите всплакнуть, но нужно научиться рыдать без слез, ведь вода – это непозволительная роскошь. А теперь главный вопрос. Если бы у вас появился шанс отправиться на Титан и стать частью колонии, воспользовались бы вы этой возможностью? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok